всем привет это координационный центр меня зовут георгий георгиевский мы продолжаем серию видео интервью приуроченных к 20-летию координационного центра сегодня у нас гостях павел алашкин здравствуйте директор по маркетингу вообще гисметеору я бы сказал директор по рекламе гисметеору даже по рекламе реклама это наш профиль реклама двигателя реклама двигатель всего в самом деле дает возможность заработать нам деньги особенно гисметеору даст верно а расскажи пожалуйста а в чем конкретно состоит твоя рекламная работа в гисметеору ну вообще в принципе так сказать тот кто-то знаком с рынком там да я думаю представляю значит о чем идет речь потому что в принципе как бы основная задача директора по рекламе это поставлять денежные средства компания зарабатывать эти денежные средства для того чтобы компания осуществляла свою жизнедеятельность делала поддерживал свои сервисы платил людям зарплату арендовала помещение так далее подобное я в кавычках так скажем да я называю это я приношу интернет проектом счастье потому что счастье для интернет-проект в том числе это и финансы то есть моя задача основная это сделать так чтобы на счетах компании было много-много денег чтобы было много-много клиентов довольных желательно и собственно говоря таким образом я переношу интернет проектом счастье про счастье продолжим до продолжим часть этого чего началось твое счастье в интернете мое счастье в интернете началось с модема 2400 bps как сейчас помню то есть я помню первый момент когда я попал в интернет это было тысяча девятьсот девяносто шестой год 95 не но что дать но что год по какой-то нелепой но очень удачной случайности значит у меня родители купили компьютер с модемом и вот когда он там прохрипел прошумел значит и значит моему взору на мониторе открылся российский интернет сайт тогда уже российские были первые российские сайты я значит на все это дело посмотрел не по как это то есть это понял и чего и вот этот первый момент я вот я запомнил то есть когда я операцию видел они что такой виртуальный интерес на какую-то информацию который не на экране телевизора там да а вот в компьютере ну вот это не играет вот контент который обновляется это было вау там да мне это поразило еще по нам интересно какая история то есть вот первый момент короче в девяносто год вот тогда да когда первый раз этот момент познакомился с интернетом очень у меня это сильно впечатление произвело а когда первый заработок в интернете появился в интернете сейчас скажу значит именно в интернете да в чем-то связанном с сетью да ну смотри то есть я думаю так значит первый мой заработок в интернете это мы была моя первая зарплата когда я попал на работу именно в интернет-компанию а 1 интернет-компания которых которая проработал это было хочешь такое было информационное агентство алгоритм саши кана это значит был у нас то ли 99 то ли 2000 год и вот значит там было рекламное агентство и нет который делал гриша гриша господи забыл его фамилию но в общем короче говоря до сюда насчет вот в рамках алгоритм было интернет-агентство и это был в промоутром потом был в продюсером но вот занимался там партнерскими сетями и это вот тогда когда я там получал зарплату вот значит был мой первый заработок в интернете насчет 99 или 2000 года получать так обалдеть давно уже давно есть что вспомнить скажи пожалуйста что для тебя более важно насущно и ближе рунет или большой интернет в целом короче рунет однозначно своя тарелка ближе к телу что называется своя рубашка ближе к телу ближе тоже не ну то есть принципе как сказать то есть конечно большой тренд хорош там есть тренды он так скажем несколько отличается того что есть у нас там другие ножка все другое другие люди так далее тому подобное вот но рунет он наш родной как бы может быть он где-то кузя вы там что называется временами местами но он такой какой есть мне он очень нравится мне в нем очень комфортно и я в нем уже сколько уж не знаю сколько ты очень-то не собираюсь его покидать не на секунду не покидаем ли на секунду представим себе что мы покидаем его еще лет 10 до 2031 год да отлично мы сидим здесь с тобой записываем на очередном рифе интервью приуроченные к 30-летию координационного центра что нас окружает какой интернет какой мир какие сервисы я думаю что это будет кардинально другая история нежели сейчас то есть если посмотреть на то как развиваются технологии на протяжении последних там пяти лет и так скажем понять что скорость развития во-первых ускоряется там да я думаю что это будет на свой настоящий футуристический мир как из таких хороших фантастических фильмов то есть это будет мир мир виртуальной реальности голограмм там да ну вот и может быть собственно говоря мы будем сидеть не здесь я буду сидеть так скажем где-то в санаторий в одном ты в другом но тем не менее мы будем визуально присутствовать в студии и таким образом как бы разговаривать вот то есть я думаю что технология фантастически сканут вперед все будет на очень высоких скоростях и все будет великолепно на высоких скоростях в санаториях до завершении нашей с тобой беседы в год двадцатилетия координационного центра домена фру и рф чтобы ты хотел пожелать доменные отрасли в целом я хотел бы пожелать но в принципе всегда стандартно всем желаю счастья вот для начала вот потому что когда человек счастлив или отрасли счастлива значит значит у них все получается и все хорошо вот поэтому а вообще в принципе я считаю так что отрасль должна быть целеустремленной и выполнять эти цели задачи которые перед собой ставят собственно поэтому я хочу пожелать как сказать адекватных планов и чтобы они сбывались и вообще удачи и денег побольше спасибо паш не то что прекрасное интервью о счастье павел алашкин это координационный центр и мы будем продолжать всем пока всем пока всем удачи а